Слово. Давайте мы сразу откроем Евангелие от Луки, 19 главу, и мы будем читать с вами с 29 стиха и ниже несколько стихов. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, пойдите, предлежащие селения, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. И когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, а зачем отвязываете осленка? А они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску горы, с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен Царь грядущего имя Господне, мир на небесах и слава Вышних. Слава Господу! Вы знаете, вот когда читаешь этот текст или когда размышляешь о вербном воскресении или о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, и вот читаешь эти евангельские истории, то всегда перед глазами мельтешит один такой персонаж. Какой? Осел! Осел! Сейчас вот мы были в прославлении, и я вспомнил, как я первый раз познакомился с одним ослом. Это было где-то середина 2000-х годов, сейчас точно, наверное, 2007-й год, может быть, 2008-й. Я был в Узбекистане, и мы с одним пастором ехали в Бухару. И вдруг по дороге образовалась пробка автомобильная, и машины начали двигаться, но начали двигаться так медленно. И потом я смотрю, они все что-то объезжают. И когда мы приблизились, я увидел посреди дороги стоит осел, он был в упряжке, то есть была такая тележка двухколесная, в ней что-то было наложено. И вот вот прямо посреди дороги, а хозяин сидит на краю дороги на бордюре. То есть представьте картину, машины едут, посреди дороги стоит вот этот осел с повозкой, а хозяин так с палочкой, и он на бордюре сидит. Вы знаете, я был так крайне возмущен. Потому что в Ташкенте в то время было очень жарко, и машина, в которой мы ехали, не было кондиционера, и все так, знаете, медленно. И вот когда мы приблизились к этому ослу, я так думал, ну ты ж надо так вот. А он сидит на бордюре. Но вот реакция, когда твой осел на повозке, вот вдруг встал, ну или не слушается тебя, какая, что должен, что обычно делает хозяин? Как вот, ну, тянуть, если не тянется, что? Ну взял кнут или палку, да? Ну ты такой затор устроил здесь. И я пастору, который едет со мной в машине, я ему говорю, слушай, ну что за безобразие у вас? Что он сидит на бордюре? Ну взял бы, как дал бы хорошо этому ослу. А он мне, пастор говорит, бесполезно. Он говорит, упрямый осел. Ты ничего с ним не сделаешь. Я говорю, и до каких пор он будет вот так вот? Он говорит, пока не отдохнет. И я понял, что значит упрямый осел. Вот когда мы здесь говорим, ну, у кого-то человек, ты упрямый, как осел, да? Бывает так. У меня понятие об упрямом осле очень сильно так расширилось. Я понял по-настоящему, кто такой упрямый осел. Но знаете что? В тот самый момент, а Бог так мое сердце проговорил, говорит, ты упрямый осел. Посмотрите, что делает Христос. Он въезжает в Иерусалим. И перед тем, как въехать в Иерусалим, Он посылает двух учеников в селение, которое было впереди, и дает им задание. А вы должны пойти в это селение, и там, в этом селении, вы увидите привязанного осла. Причем не просто осел, это осел был молодой, и на этого осла еще никто из людей не садился. Вот представьте картину. Упрямый осел. Он сам по себе осел упрямый. Но здесь еще осел, на которого из людей никто не садился. То есть этот осел был необъезженный. То есть он упрямый сам по себе еще, и еще плюс необъезженный. То есть он не знает, что такое, что на него человек сел и управляет. И вот Господь посылает двух учеников и говорит, пойдите в это селение, и там вы найдете молодого осла. Вы сразу его увидите, и он будет привязан. И вот вы его отвяжите, приведите его ко мне, мне именно на этом осле нужно будет въехать в Иерусалим. Ну так странно, да? А как без разрешения? Без разрешения что-то взять? Ну вот это осел же, он же кому-то принадлежит, у него же есть хозяин. Кто-то же веревку ему на шею одел, и кто-то привязал ведь его. И у них мысленно задается вопрос, но у меня бы тоже вопрос бы, ну как так вот, вот стоит машина, там увидишь ключи будут в машине, она будет открыта, пойди садись и приезжай. Ну как это странно, да? Если это не твоя машина, возникает вопрос, а что скажут, а если люди там скажут? И Христос дает им сразу ответ. И если, то есть он как будто предугадал их мысли, он говорит, если кто спросит вас, зачем отвязываете осленка, то вы скажите этому человеку, он надобен Господу. И они пошли, пришли в это селение, смотрят, точно стоит осел молодой. Ну как-то я не знаю, может быть еще так в животноводстве, я не сильно разбираюсь, но как вот, можно ли отличить, когда лошадь объезженная и необъезженная? Как определить внешне? Седло. А, Жанна, Жанна, знаешь же. У казахи, они же лошади все, да. Седло, да? То есть, либо будет какое-то отседло, да? А если без седла, как-то вот по-другому. Но суть в том, что можно было отличить, может быть, даже по поведению как-то, я не знаю, но можно же отличить человек верующий и человек неверующий? Как? Можно же отличить? Человек, который уже, он уже принял Иисуса Христа как Господа, уже, и человек, который еще привязан там к какому-нибудь, ну, каким-нибудь греховным воротам, можно же отличить человека, верующего и неверующего. А как? Ну, отличить можно или? Как, как отличить? Попробуйте залезть на необъезженную лошадь или осла. Что будет? То по зубам, копытам можете получить. Она не даст, чтобы вы на нее сели. ее нужно сначала обкатать. Ну, так, к сожалению, бывает. К сожалению, я немножко уклонюсь от темы, человек, он вроде бы верующий, но ничем не отличается от неверующего. Ничем. Вроде бы, говорит, я верующий, но ничем не отличается. Но человек должен отличаться. Если он верующий, он должен отличаться от неверующего. Согласны со мной или нет? Да, это так. Должна быть разница. И она должна быть ощутимой. Ну, ладно, я сейчас не об этом так косвенно, а просто сказал. Вот они приходят в это селение, видят, стоит молодой осел, они к нему подходят и начинают отвязывать. И в это время, когда они его отвязывали, сейчас, то вдруг хозяева его, там так написано, то есть у него были хозяева, они начали говорить, зачем отвязываете осленка? То есть он не был диким ослом, не был диким, у него были хозяева, это не такой по полям бегает себе и бегает, у него были хозяева, которые его кормили, которые как-то заботились о нем. и дальше они спрашивают, зачем отвязываете осленка? И те отвечают просто, он надобен Господу. Представьте такую картину, братья, у кого есть автомобили, сестры, мужик какой-то садится в вашу машину, вы ему говорите, я куда поехал? Он говорит, спокойно, она надобна Господу. Сел и поехал. Реакция, какая будет ваша реакция? Конечно, сразу на телефон полиция, мою машину угнали, как угнали? Говорит, он надобен Господу и уехал. Все, план перехвата. Но мы видим здесь в этой истории его хозяева, они ничего не могли сделать. То есть они приняли это спокойно, они просто спросили, зачем отвязываете осленка? Это он надобен Господу. Все. И больше осла они уже не видели. Вы знаете, друзья, в этом есть действительно глубочайшая такая аналогия или пример для нас. Когда мы жили без Бога, мы все были привязаны к каким-то греховным воротам. И у каждого они были свои. У каждого свои. И ворота, вы знаете, они разные. Вот мы были на Кавказе, едешь по Чечне, там, 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 если ты не имеешь хороших ворот, ты не имеешь жизни. Пусть будет плохой маленький домик, но ворота должны быть у тебя. Дом 500 тысяч, ворота полтора миллиона. Вот это Чечня. Но как только ты заезжаешь в Ингушетию, Осетию, все меняется. Кривые, старые заборы. А заезжаешь ты куда-нибудь в русскую деревню, и там вообще заборов нет. То есть заборы, они бывают разные. И когда мы жили без Бога, послушайте, каждый из нас, вы не можете сказать, я не был привязан к какому-то забору. Нет, нет. На вашу жизнь кто-то, кто-то имел влияние, кто-то оказывал влияние, кто-то разрушал вашу жизнь, кто-то приносил беспокойство в вашу жизнь. Каждый из нас был привязан к разным заборам. Может кто-то просто к столбу, ничего и не было. Но Бог пришел в нашу жизнь. Через каких-то людей, через чьи-то молитвы. Вы знаете, я был вот буквально на этой неделе поражен. Вот. В нашем роду, ну вот, у моей мамы было два брата. Они оба были глухонемые. И когда они приходили домой, ну обычно они любили выпить, они все время у мамы там просили что-нибудь выпить. И вот дома был такой, когда приходили ее братья, дома у нас был такой скандал. Он был тихий, но очень такой жестикуляционный. То есть там вот так вот они все ругались, молча. И какие-то возгласы. И к жизни этих, ну ее братьев так трагически закончилось. Один покончил с собой, другой умер в таких при странных обстоятельствах, выпивал. Но у них, у этих братьев, моей мамы, у них были дети. То есть мои двоюродные, получается, там, братья и сестры. Вот сестры двоюродные. И вот недавно я получаю письмо. Моя сестра двоюродная пишет мне привет. Привет, мой братик во Христе. Теперь ты не только мой брат, но ты брат во Христе. И она в церкви в Баптистской вышла там замуж за служителя. И сейчас она там, ну я так понял, что фотографии ее начал в Одноклассниках смотреть и понял, что она уже там с пасторами общения, там, ну как-то вот муж, ну то есть человек уже посвятил свою жизнь Господу. Раз другая мне пишет, ты помолись там за то-то, за то-то. Смотрю, тоже верующая. Вот вы понимаете, в нашей жизни есть люди, которые молились за нас, как моя мама за них, думаю, что она больше. Есть люди, которые говорили нам о Христе, есть люди, которые в прямом смысле брали нас и увозили в реабилитационный центр, отвязывали, то есть были люди, которые нас отвязали и привели нас к Господу. и у каждого из нас своя история, если сейчас здесь мы дадим возможность всем рассказать, как вы пришли к Господу, мы услышим эти истории, что мы были упрямыми по сути, по своей. Мы не позволяли Богу сесть на нас, руководить нашей жизнью, мы говорили, мы сами справились, нужно быть послушным тому, что Он тебе сказал, право, иди вправо, стой, значит стой, зад, отойди чуть назад, влево, влево, нам нужно быть послушным Его голосу, Он пастырь наш, Он пастух наш, Он ведет нас, а мы должны быть послушны Его голосу и Его слову. Оно защищает меня, оно защищает меня. Давайте мы встанем, друзья, наши ноги. Я надеюсь, или мне хочется верить, что Бог сегодня говорил к вам намного больше, чем я обращался, что в ваше сердце пришло какое-то откровение особо для вас, для вашей жизни, чтобы вы могли что-то переосмыслить и что-то сделать для Бога, что-то успеть сделать для Бога в своей жизни, успеть сделать что-то для Бога. Мы успели сделать много плохих вещей, ну не все, но мы успели что-то сделать для себя, даже для своей семьи что-то успели сделать, мы преуспели в каких-то делах, в работе, но Господи что-то успеть и что-то сделать для тебя, для тебя. Дорогой Господь наш, оттуда